Аплодисменты 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 Восприятие пушкинской сказки, естественно, поможет музыка. И музыка будет, вы потом услышите буквально то, что говорится в словах, и вы поймете, когда будете слушать музыку эту, замечательный композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Его называют композитор-сказочником. У него очень много музыки пылинной, сказочной, народной. И поэтому даже к Пушкину обращались многие композиторы. И вот Римский-Корсаков дважды обладелся. Сказка о царе солдаре, которую мы сегодня будем слушать. И в конце жизни он написал музыку еще к одной сказке. Это золотой петушок. Но он не услышал свое действие на сцене. Запретили на сцене, потому что увидели политический глубокий смысл. Вот эти две сказки, совершенно потрясающая музыка. И хочу вам напомнить о Варгане. Может кто-нибудь из вас вспомнит? Сколько же у нас в Варгане труб? Кто не знает, я хочу сказать вам, что если вы думаете, что только вот эти трубы, больше нет, там есть совершенно миллиметровые, такие маленькие-маленькие. И вот кто-нибудь помнит, сколько труб у нас в Варгане? Сколько? 3700, правильно. Но не дети ответили, почему там нет. Вы знаете, еще хотела бы сказать об Варгане, что Орган, это я не устаю повторять, Орган это как малое дитя. За ним нужен такой уход. Он боится сквозняков, перепадок температуры. Нельзя громко на сцене топать. В общем, нельзя громко шуметь, потому что он реагирует буквально на все. Орган очень старинный, музыкальный инструмент. Он менялся на протяжении веков. И всегда он звучал в католических храмах, в соборах вернее. А в наших православных Орган никогда не звучал. И вот сейчас Варган сохранен благодаря... У нас был замечательный, потрясающий хранитель Органа. Вот он к нему относился как к собственному ребенку. Он следил за ним, буквально как мать ходит в свое дитя. И вот еще хотелось бы вам сказать, что сейчас в нашем городе начнется фестиваль Органной музыки. Приедут мои органы, и я бы хотела сказать, что со дня основаниями наш Орган вначале он не здесь. Он был, вы знаете, в Казачьем соборе, так называемом, да? Не пользуясь собой. Вот там был Орган. А когда его отдали духовенству, то долго искали здание. И это здание как будто подходило, все хорошо. Но, тем не менее, много было вложено труда для того, чтобы Орган зазвучал здесь. Он зазвучал еще лучше. И вы знаете, еще очень интересный факт, запомните это, вот в основании вот здесь сцены, в основании Органа, заложено 5 тонн битого стекла. Это тоже для лучшего замечания Органа. И хотела я вам представить органистку нашу Оксану Крюшова. Вот она любит свой орган, и она здесь с основанием. И когда он появился в этом зале, она его в какой-то степени хозяйка. Итак, отправляемся мы теперь в мир сказки, слушаем внимательно, внимательно, и слушаем музыку. И каждый поет ее по-своему, потому что у каждого есть свои пристрастия. И каждый понимает так, как открекается его душа. Нельзя сказать, что музыка вот об этом. Нет, и никто не знает, что им было в виду композитор в то время, когда писал. Правда, казалось бы, но вот слово к вам как раз и поможет понять это. Итак, сказка цели Салтани и музыка Римского-Горского. Звучит музыка Римского. Три девицы под окном упрями постами Чуркова. «Кому я была царица, — говорит она девица, — я на весь крещённый мир приготовила бы пир. Кому я была царица, — молвила ее сестрица, — я бы на весь мир одна, но ткала бы полотна. Кому я была царица, — третья молвила сестрица, — я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвать успела, — дверь тихонько заскрипела, — и в светлицу входит царь, — в стороны государя. Во всё время разговором он стоял подаль забора, — речь последней по всему полюбилась ему. Говорит он, будь царица, — и к исходу сентября мне роди богатыря. Вы ж, красавицы-девицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас качиха, а другая повариха. В селе не вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает день роди, сына бог им дал большим. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет к царю она гонца, чтоб порадовать отца. ПЕСНЯ 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 От Кащиха с Бабарихой, с Ватьей и Бабой Бабарихой, Извести ее хотят, перенять конца велят, Сами живут конца другого, вот с чем от слова до слова. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что привез его гонец, В гневе ночь стала пролесить, и конца хотел повесить, Но, смягчившись на сей раз, дал концу такой наказ, Ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой конец, и приехал на конец. От Кащиха с Бабарихой, с Ватьей и Бабой Бабарихой, А в обрать его велят, да пьяна конца поят, И в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной, в тот же день приказ такой. Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, И царицу, и приплод тайно бросить в бездну лод. Делать нечего, бояре, потушила государь и царица молодой, В спальню к ней пришли домой, Объявили царскую волю, Ей и сыну злую долю. Зачитали вслух указ, Ее с сыном почку посадили, Засмолили, покатили И пустили в океан. Так велел дед, царь Салтан. Мой сынок, мой возлюбленный, Мне в супруге закуплено, Мой ответ, мой ответ. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Лук царевич опустил, смотрит, коршун в море тонет и непьящим криком стонет, лебедь около плывет, слово коршун отлюет, гибель близкую торопит, пьет крыном и в море топит. И царевичу потом молит русским языком. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не горюй и спать ложись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Грусть тоска меня свидает, одолела бы отца, видеть я б хотел отца, лебедь князю, вот в чем горе, ну послушай, хочешь в море полететь за кораблем, будь же князь ты комаром. И крылями замахала, воду шумом расплескала, и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку бежился, комаром оборотился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит, и желанная страна, вот уже старинна, вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет и гости, и за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в свате, царь Салтан сидит в палате на престоле венце с грустной думой на лице. А в торчиха с поварихой, сватей бабой поварихой, около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. Ой, вы, гости, господа, долго ездили? Куда? В плавном замерем или худо? И какое в мире чудо? Коровевщики в ответы. В море объехали весь свет, замерем житье и худо, а в свете вот какое чудо. В море остров был крутой, непривальный, неживой. Рост на нем тупок единый, а теперь стоит на нем новый город. За дворцом, с золотыми церквами, с теремами, садами, и с единственным князь-домом он прислал тебе поклон. Царь Салтан Царь Салтан делится чуду, молит он, Коль жив я буду, чудный остров навещу, у бетона покощу. От кольщиха с поварихой свадьбовой поварихой. Не хотят его пустить, чудный гор остров навестить. Кож диковинка, но право, подмигнув другим лукаво, повариха говорит. Город у моря стоит. Знаете, вот что я безделка. Ель в лесу, под елкой белка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все скалубки золотые. Ядра чистые зумрут. Вот что чудом-то зовут. Снова князь у моря ходит. Синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текущих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный. Что ж ты тех-то где не на сне? Не печалится, чему говорит она ему. Князь в ведомке отвечает. Русь тосками оседает. Чудо-чудное завистья котелые. Где-то есть ель в лесу. Под елкой белка. Дива права не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все скалубки золотые. Ядра чистые зумрут. Но, быть может, люди врут. Князь у лебедь отвечает. Света белки правду бает. Это чудо знаю я. Полна, князь, душа моя. Не печалься. Рада службу показать тебе в дружбу. С ободренной душой. Князь пошел к себе домой. Лишь ступил во двор широкий. Что ж, от велки высокой. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скалубки золотые. А скалубки забирает, кучки на мне кладет. И с присвисточкой поет. А орешки непростые, все скалубки золотые. Поехали. Князь для Велочки потом выстроил хрустальный дом. Ветер полмой гуляет, и корабль подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Мимо острова Крутого, мимо города Большого, Пушки с пристани порядка, а мы пристать велят. Пристают заставить гости, князь Гведон зовет им гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все, конскими и жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек. Мимо острова Баяна, в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда, добрый путь вам, господа. По морю, по океану, славному царю Салтану. Да скажите, князь Гведон, шлются люди свой поклон. Гости низко поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю, князь, оливи там, все гуляет по волнам. Молит князь, душа не просит, так тянет и уносит. Вот опять она и волн, и капрыстала всего. В муху князь оборотился, полетел и опустился между морем небесно-карадой и в щит. Ветер весел, шлют, судно весело бежит. И желанная страна вот так истали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их гости. И за ними во дворец полетел наш удорец. Видит, весеяя в злате, царь Салтан сидит в палате. На престоле венце с грустной думой на лице. Откачиха с Бабарихой, свадьей бабой Бабарихой. Около царя сидят, злыми жабами глядят. Ой, вы, гости, господа, толком ездили куда? Ладно, в Заваре мы худо, и какое в свете чудо. Заварем житье не худо, в свете живот какое чудо. Остров нам режет, град на острове стоит. Ель растет перед дворцом, а под ней крустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все с коробки золотые. Ядра чистые из угруд. Слуги белку стерегут. Все в том острове богаты, из обмета все палаты. И сидит в нем князь Гведон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан делится чуду. Если только жив я буду, чудо-островным ищу, у Гведона покощу. Откачиха с Бабарихой свадьбовой Бабарихой. Не хотят ему пустить чудо-островным истить. Усмехнувшись потихо, говорится людкачиха. Что тут дивного? Ну вот, белка, кавушки грозет. Этим нас не удивишь. Правду медленно говоришь. В свете есть иное диво. Море вздумается бурливо. Закипит, подымет вой. Хлынет, нагрел пустой. Разорвется в шумном береге. И очутятся на береге чешуя, как жар горя. Тридцать три богатыря. Все красавцы удалые. Великаны плавые. Все равны, как на подвор, снили дядька Черномор. Это диво. Так уж диво можно умыть справедливо. Гости умные молчат. Спорят с ними и хотят. Где вот царь-султан делится? А к бедому-то злится, злится. Зазужал он. И как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха попреднела. Ай! И тут же окрепела. Все кричат. Лови, лови, да дави, да дави. Вот уже, постой немножко. Погоди. А князь в окошко, да спокойно в своем делу, через море полетел. Глядь, поверь текучих ног, лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный. Что ж ты тих, как день у нас? Опечалится чему, говорит она ему. Князь глядол и отвечает. Груст тоска меня съедает. Диво дивное хотел перенесть я в свое дело. А какое же это диво? Где-то встуется бурливый океан. Подымет вой, взлынет наберег пустой. Расгрызнется в шумном беге и очутится на беге. В чешуеках свет горя тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, велика родовые. Все равно, как на подбор, с ними дячка чернобор. Князь, лебедь, отвечает. Вот что, князь, тебя сгущает. Не тужи, душа моя, это чудо, знаю я. Эти ветези морские мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай. В гости братьев поджидай. Князь пошел за пушевори, сел на башню и на море стал глядеть он. Море вдруг сколыгнулось вокруг, расплескало шумном беге и оставило на беге тридцать три богатыря. В чешуеках жар горя. Идут витязи, вредами и блестая сединами. Дядька впереди идет и как рад их ведет. С башней князь бедон сбегает, дорогих гостей встречает, в торопях народ бежит. Дядька князю говорит, лебедь к нам тебя послала. И дозор наказала славный город твой хранить, и дозором обходить. Ветер по морю гуляет. И корабль подгоняет. Он бежит на волнах, на растутых полосах. Мимо острова крутого, мимо города большого, пушки спиздали полят, как бы пристать лягать. Пресс-салютка. К составе гостей Князь бедон зовет гостей. Он их кормит и поет, и ответ держать веет. Чем в гости только ведете? И когда теперь плывете, корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Гуяна, в царство славного Салтана. Говорит ему князь тогда, добрый путь вам, господа, по морю по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гведон, шлетте свой царю поклон. Гости князю поклонились, мы же его и на путь пустились. К морю князь, а левит там, уж гуляет по волнам. Князь опять душатый просит, так и море тут носит. И опять она его вне капрыскала всего. Тут он очень меньшился, швельем он обратился, полетел и зажужжал. Судно нам предогнал, потихонько опустился на кору, тщем, сэм, 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ветер весело шумит, судно весело бежит, И желанная страна вот уже издали видна. Вот на берег вышли гости, царь-салтан зовет гости, И за ним во дворец полетел наш конец. Видит веселье взлать, царь-салтан сидит в палате На престоле Минцея с грустной думой на лице. Откачиха с половиной, свадьиховой баборизой, Около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и выражает. Ой, гости, господа, долго ездили? Куда? Ладно, заморим? Ильхуда? И какое в мире чудо? Корабельщики в ответ мы приехали весь свет. Заморим житье нехуда. В свете же вот какое чудо. Остров на облее жить, град на острове стоит. Каждый день идет там диво, море вздуется бурливо, Закиплит, подымет вой, хлынет на грех пустой, Расплеснется в шумном веке и останутся на веке. Тридцать три богатыря в чашле золотой коня. Все красавцы молодые, великаны удалые, Все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ним измелью ходит И попарно их выводит, Чтобы остров тот хранить и дозором обходить. Бабариха и ткачиха льгут. А бабариха, усвернувшись, говорит, Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором грудят. Правда льбают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие удивы. Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, Ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, А волку звезда горит. А сама-то величава выступает вот та баба, А как речь-то говорит, Словно речь-то журчит. Молвить можно справедливо. Это дива, так уж дива. Гости умные молчат, Спорят с бабой, не хотят. Чуду царь-салтан делится, А царевич хоть и зниться, Но жалеет он от чей Старой бабушки своей. Он от ней жужжит, кружится, Прямо на нос ей садится, Нос ужалил богатырь, На носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога, Помогите ради бога, Караул лови, лови, да дави, лови, Вот уже, пожди немножко, погоди. А жмель на кошка, Да спокойно в своем делу, Через море полетел. Глядь, поверьте мне, чехвот, Лебедь белая плывет. Здравствуй, князь твой прекрасный, Что ж ты тихо, где ни нас напечаля, Зачем он говорит, она ему. Князь глядонный отвечает, Грусть доска меня съедает, Адарила молодца. Люди жениться, гляжу, Не жена, лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Ха, да на свете, Говорят, царевна есть, Что не нужно глаз отвести. Днем свет божий запевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то велича Выступает вот такова. Сладку вечно говорит, Словно вечно-то желчит, Только полно правой-то это. Князь со страхом ждет ответа, Лебедь белая молчит, И подумав, говорит, Да, такая есть девица, Но жена не рукавица. С белой ручки не смакнешь, Да за пояс не заткнешь. О, слушаю тебе советом, Слушай, Обо всем об этом Передумай ты путем, Не расстраивайся потом. Князь при ней стал божиться, Что пора и не жениться, Что об этом Обо всем передуманным путем, Что готов душой страстной, Затворенной прекрасной, Хоть пешком идти отсель, Хоть за три-девять земель. Лебедь тут с горлом глубоко молвила, Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, Ведь царевна это я. Тут она, взмахнув крылами, Полетела над волнами И на берег с высоты Опустилась в госты, Стрепенулась, отряхнулась И царевной обернулась. Месяц под косой блестит, А волосы старых горит, А соната велича Поступает мунта-панка, А как речь-то говорила, По речи-то жевчат. Князь царевну обнимает, К белой труде прижимает, И ведет ее скорей К сладной матушке своей. Князь ей ноги умоляет, Государиня, родная, Выбрань я жену себе, Дочь послушную тебе, Просим об разрешения Твоего благословения. Ты детей благословишь И в сайте любви. Над головою их покорной Мать с иконой чудотворной Слезы льет и говорит, Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, На царевне обвенчался. Ветер по морю гуляет И корабль подгоняет, Он бежит себе под нас На раздутых пальцах. Мимо острова Большого, Мимо города Крутого, Пушки с пристани полят, Которые пристать велят. При сайте заставе гостей Князь Гритон зовет их гостей. Он их кормит и поет, И ответы сжателем лет. Чем вы гостей только ведете? И куда теперь плывете? Кровевщики в ответ Мое грехольное свет Торговали монедаром Неуказанным товаром. А теперь нам вышел срок И лишит нас путь далек, Восвоясь и на восток, Мимо острова Буяна, Царство славного Салтана. Добрый путь вам, господа! Помню по океану, Слава Буяна, Царство славного Салтана. Да напомните ему, Государю своему, К нам он в гости обещался, А до сели не собрался, Шлюю я свой поклон. Гости в путь, А князь Гритон Дома на сей раз остался, И с женой не расстался. Ветер весело шумит, Судно весело бежит, И знакомая страна, Вот уж издали видна. Вот на берегу и шли гости, Царь Салтан зовет и гости, Гости видят во дворце, Царь сидит в своем венце, От Качиха с Бабарихой, С вами Бабарихой, Около царя сидят, Четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает За свой стол, выпрашивает, Ой, вы гости, господа, Ладно ли замолевали худо, И какое в мире чудо! Крабельщики в ответ Мы въехали без смерти, Замолевшить его не худо, В свете жгут, как у мужчины, Остром нахрен ждет, Город на острове стоит, Златоклавный сезетет, И солдат. Ель растет перед дворцом, А под них мы ставим дом, Белка в нем живет ручная, Да чудесница какая! Белка песенки поет, Орешки все прозет, Орешки непростые, Скорлупы до золотые, Ядра чистый золот, Ветху хмолят, И львотят. Там еще другое диво, Море стулится бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет нахрен пустой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо!